Здравствуйте, друзья! В эфире еженедельный выпуск видеоновостей глобальной кассы взаимопомощи. В студии Эльми Рожданова и сегодня в программе. Финита ля комедия. Скандальное дело против сотника МММ закрыто за отсутствием состава преступления. Где сядешь, там и слезешь. Китайским предпринимателям не удалось нажиться на МММщиках. Лучше меньше да дольше. Сергей Пантелеевич объявил о продлении рождественского бонуса до 1 февраля. Под песни и пляски от Таиланда до Аляски. Жители планеты МММ отметили второй день рождения системы. А теперь об этих и других событиях более подробно. И начнем с главной новости недели. Скандальное колыванское дело против сотника МММ-2011 Алексея Оставьева закрыто. Информация об этом появилась в некоторых региональных и центральных средствах массовой информации. В главном следственном управлении МВД по Новосибирской области пояснили, что уголовное преследование руководителя колыванской структуры и самого основателя финансовой пирамиды Сергея Мавроди прекращено в связи с отсутствием состава преступления. Наш корреспондент попробовал выяснить подробности этого резонансного дела. Шить дело Алексею Оставьеву колыванский прокурор начал весной прошлого года, сразу после мартовских выборов. Сотник МММ-2011 баллотировался в депутаты районного совета и занял второе место по количеству отданных ему избирателями голосов. Один из его соперников, рейтинг популярности которого составил всего 1%, обратился с жалобой к местному прокурору, в которой утверждал, что Оставьев нарушил законодательство о выборах и заодно просил проверить его деятельность по линии МММ. Это и стало официальным основанием для проведения следственных действий. Вам предлагается добровольно выдать незаконно хранящиеся в вашем доме предметы, наркотики, боеприпасы, оружие, а также документы, имеющие значение для уголовного дела. Правовой беспредел, по словам сотника колыванской структуры, начался с самых первых шагов районной Фемиды. Серия обысков в квартире и офисе обвиняемого прошла с нарушениями процессуального законодательства, о чем Оставьев сообщил в соответствующих жалобах прокурору района. Попытки проведения экспертизы на вменяемость и блокировки счетов опального сотника добавили остроты скандальному делу. Прокуратура искала повод подобраться к самому основателю финансовой пирамиды. Прокуратурой района по обращению гражданина была проведена проверка по деятельности жителя колывань, связанная с участием в МММ-2011. В ходе проведенного дознания были собраны догадательства в отношении Мавроди о его пособничестве на совершение преступления. Следственные действия продолжались 8 месяцев. Нескончаемые обыски, шумиха в СМИ, пафосная риторика прокурора. Главному фигуранту, сотнику МММ, было предъявлено обвинение в незаконном предпринимательстве, а создателю глобальной кассы взаимопомощи инкриминировано пособничество. Органы считали, что Сергей Мавроди помогал, остав его советами, предоставлял рекламную поддержку и информационные ресурсы. Колыванским театром абсурда назвал СПМ следственные действия районной юстиции. Впрочем, основатель МММ не раз подчеркивал, что колыванское дело не имеет судебных перспектив. И Сергей Пантелеич, как всегда, оказался прав. Даже закрытый статус заседаний не дал возможности местной ФИМИЗе принять против фигурантов обвинительные решения. Белый флаг колыванский прокурор выбросил накануне Нового года, когда обвиняемый сотник очередной раз прибыл в правоохранительное учреждение с ворохом жалоб на неправомирные действия следствия. Вместо того, чтобы приобщить эти ламентации к делу, представитель надзорных органов выдал, остав его, уведомление о прекращении уголовного преследования. Основа государства – делать добро людям. Если вы запрещаете делать добро людям, какое нахрен это государство? Комментируя финал скандального дела, Сергей Мавроди провел аналогию между действиями властей Колывани и вымышленного Салтыковым щедрином города Глупого, процитировав до сих пор актуальный афоризм великого писателя. Когда же придатком к идиотизму является властность, то дело ограждения от него общества значительно осложняется. Не отнять, не добавить. Накануне Нового года активисты глобальной кассы взаимопомощи решили порадовать автолюбителей подарками с символикой МММ. К акции подключились 18 стран и, проведя мониторинг рынка, приняли решение изготовить подарки у китайского производителя. Но очень скоро МММщики выяснили, что исполнитель, кстати, входящий в категорию «золотой продавец», не чист на руку. 15 тысяч долларов уплыли в неизвестном направлении. О дальнейшей судьбе китайских подарков рассказывает наш корреспондент. Прежде чем заказать огромную партию подарков к новогодним праздникам, МММщики мониторили прайсы как западных компаний, так и азиатского сегмента. Обратиться на сайт покупок, подавляющий процент которого занимают компании Китая, руководителю проекта Виталию Череш посоветовали люди, уже имевшие там положительный опыт. Последние сомнения относительно изготовителя подарков исчезли, когда выяснилось, что будущий партнер входит в категорию «золотой продавец». Мы провели часов два сообщения, живое общение голосом, по скайпу. Многие участники присутствовали при этом. То есть Дэвид уже стал для нас, так можно сказать, непосредственным таким же участником нашей системы. Менеджер компании-изготовителя представился Дэвидом. Через скайп-переписку он заверил, что для реализации заказа понадобится около 10 дней и примерно столько же на доставку заказа по странам. Заказчики согласились внести стопроцентную предоплату. Правда, выяснилось, что у компании установлен лимит на еженедельные пополнения. 3,5 тысячи долларов МММщики отправили в электронном виде, а вот еще почти 14 тысяч все-таки пришлось отправлять через банк. Время поджимало, но китайцы сетовали, что без полной предоплаты не могут запустить станки в работу. И несмотря на благородно взятые на себя обязательства по оплате банковских пошлин, процесс изготовления подарков тружениками из Поднебесной так запущен и не был. С корыстными целями намеренно наши китайские партнеры допустили ошибку в банковских реквизитах, куда мы должны были переслать деньги. Специально пропустили букву в названии компании и предоставили другой номер счета. И фамилия оказалась... фамилия одинаковая, но другое имя. В принципе, похоже тоже, пару букв там разные. Практическую несостоятельность договора заказчики обнаружили, когда попытались в очередной раз связаться с менеджером, до этого активно засыпающих почту МММщиков располагающими посланиями. Выяснилось, что менеджер Дэвид Чен в результате таинственных обстоятельств перешел в разряд бывших и теперь просит не беспокоить его по старым контактам. Раздосадованные МММщики вступили в переписку с сайтом, который во всеуслышание заявлял о престижном титуле нерадивой компании. Но несмотря на поднимающуюся шумиху, китайцы до последнего отрицали свою причастность к этому казусу, обвиняя в мошенничестве самих МММщиков. В доказательство своей правоты заказчики предоставили администрации сайта и сохранившуюся историю переписок, электронные платежи и даже копии чеков. Я объяснил всю ситуацию всем участникам. Мы создали конференцию и решили не ждать, а действовать. Действовать решили каким образом? Написать статью о намеренном мошенничестве китайской компании по отношению к нашей системе. И эту статью разместили на сайтах Balti.eu, China Daily, на китайском радио и множество азиатских порталов. Это был как наш первый этап анти-пиара непосредственно для китайской компании. И написали письмо этой компании, что ребята, объяснили, кто мы есть на самом деле, что у нас есть система, какое количество людей находится в нашей системе и каких различных профессий люди находятся в нашей системе. Возможно, именно количество участников, ежедневно засыпающих дневными отзывами электронные ресурсы, и заставило китайскую компанию отказаться от серых схем и перейти к мирным переговорам. На данный момент МММщиками получены обязательства, что автомобильные ароматизаторы с символикой системы, которые они так хотели подарить своим близким к Новому году, будут одаривать их благовониями ко Дню Святого Валентина. Чуть более двух лет назад, 10 января 2011 года, Сергей Пантелеевич объявил о запуске проекта МММ-2011. За это время глобальная касса взаимопомощи сплотила огромное количество людей по всему миру. Под эгидой МММ проводятся благотворительные акции, социально полезные проекты и исполняются желания миллионов людей. Первое упоминание об МММ зафиксировано в 1989 году. Тогда еще коммерческая организация не обладала социальным статусом. Свой более привычный вид система обрела только в 1994, когда объявила о продаже собственных акций по принципу «сегодня всегда дороже, чем вчера». Именно тогда более 15 миллионов человек стали обмениваться деньгами, бросив вызов существующей финансовой системе. Чтобы остановить сверхбурное развитие нового гиганта, в высших эшелонах государственной власти была развернута активная информационная война против МММ. Для нейтрализации организаторов акционерного общества, сосредоточивших в своих руках треть наличности страны, были брошены лучшие силы МВД и КГБ. На всех уровнях государственной власти ежедневно наверх предоставлялись доклады о процессе ликвидации МММ. Нам известен печальный итог тех событий. Автоматчики в масках и 17 КАМАЗов, под завязку набитых деньгами вкладчиков, исчезнувших в неизвестном направлении. Лишь 16 лет спустя, 11 января 2011 года, усилиями своего создателя Сергея Мавроди, МММ обрела второе дыхание, сплотив более 35 миллионов человек. И снова антипропаганда предприняла попытку пошатнуть систему, рассчитывая на результат предыдущего опыта. Но окончательно развалить ее не удалось. Преобразовав принципы функционирования системы, Сергей Пантелеевич перезапустил МММ в России и государствах СНГ. В других же странах МММ-2011 продолжила свою деятельность, лишь сменив личные кабинеты на более защищенные. На протяжении двух лет глобальная касса взаимопомощи не только помогает обрести финансовую независимость от банковского гнета, но и ведет активную идеологическую деятельность, пропагандирующую принципы социальной справедливости. А дата 11 января признана началом становления нового мира. В минувшую среду Сергей Пантелеевич объявил о продлении рождественского бонуса до 1 февраля включительно. В своем обращении он ссылается на необходимость постепенного уменьшения стимулирования вкладов и снижает ставку до 40%. На Мавра приобретенные или переоформленные в период действия бонуса ограничения на снятие не распространяются. Напомним, что ограничения установлены для вкладов, сделанных до 19 декабря и составляют не более 30 тысяч рублей в неделю. В период действия предыдущих бонусов снимать деньги было нельзя. Сейчас Мавра, приобретенные до 16 января, продавать можно. Более того, при переоформлении бонус начисляется так же, как и при покупке. То есть реально продавать Мавра, чтобы потом снова купить и получить бонус, не надо. Достаточно просто переоформить в личных кабинетах. Срок заморозки бонусных вкладов традиционно определен месячным ожиданием. В декабре ушедшего года в МММ был сформирован общественный рекламный комитет. В его состав вошли более 100 участников глобальной кассы взаимопомощи. Комитет ставит перед собой задачи не только сбора и систематизация рекламных проектов со всех уголков планеты МММ, но и продвижение их на основных информационных ресурсах. На минувшей неделе ОРК провел первую веб-конференцию, в рамках которой были рассмотрены основные цели и инструменты для их реализации. Общественный рекламный комитет был создан при поддержке администрации системы. В его состав входит 15 местных советов, которые в свою очередь состоят из 15 активных руководителей региональных структур. Эта цифра, по мнению авторов проекта, традиционна. Она опирается на количество бывших союзных республик. Первую веб-конференцию комитета провели координаторы, представляющие уже функционирующие региональные советы. Они озвучили цели нового рекламного образования, и его подразделений обменялись собственным опытом. Ну, насколько глобально и велика должна быть идея, на самом деле это не важно. Ведь каждая идея, даже самая маленькая, имеет право на существование. И мы можем ее осуществить, мы можем ее реализовать, дать ей путевку в жизнь. Главное, мы должны понимать, что идея принесет свои плоды, и не будет пустой тратой времени и ресурсов. Хороший сорт – это прежде всего эффективное управление. Именно такой принцип работы был заявлен на вебинаре. Для его реализации в ближайшие дни, подчеркнул ведущий вебинара, базовые и региональные отделения комитета будут оснащены специальным программным обеспечением – системой управления задачами. Этот давно зарекомендовавший себя программный продукт и профессиональные кадры помогут решать задачи реализации рекламных проектов МММ наиболее эффективно, уверено руководство комитета. В завершении дискуссии участники вебинара ответили на вопросы пользователей сети в режиме онлайн и пригласили слушателей в следующий вторник вновь принять участие в этом своеобразном круглом столе. Минфин США может решить проблему лимита госдолга, очеканив платиновую монету в 1 триллион долларов и разместив ее на рынке. Сторонники этой идеи прислали соответствующую петицию на сайт Белого дома. Обращение о выпуске монеты номиналом 1 триллион долларов уже подписали свыше 7 тысяч человек. Если через месяц, до 2 февраля, петиция соберет 25 тысяч подписей, правительству придется рассмотреть эту инициативу. Идею выпуска универсальной монеты поддержал ряд демократов, а также лауреат Нобелевской премии по экономике Пол Кругман. Он считает, что ее реализация поможет спасти от надвигающегося дефолта. Категорически против чеканки выступают республиканцы. Схема выпуска монет на триллион долларов абсурдна и опасна. Это было бы смешно, если бы сторонники этой авантюры не относились бы к такому решению всерьез, подчеркивает конгрессмен Грег Уолден. Для справки, платиновая монета стоимостью в 1 триллион долларов должна весить более 20 тысяч тонн и иметь диаметр более 70 метров при толщине в 30,5 сантиметров. В качестве драгоценного металла платина выбрана потому, что в отношении золота и серебра существуют законодательные ограничения для казначейства США. Проблема разрешения американского госдолга вызывает острый интерес зарубежных политиков и экономистов. СПМ отреагировал на эту анекдотичную инициативу собственным предложением. Цитата. Да пусть чеканят на потеху всему миру. Триллионом больше, триллионом меньше. Нам-то что? Зато, может, глаза хоть у всех откроются. Что такое деньги? Нужно собрать 25 тысяч подписей до 2 февраля. Тогда рассмотреть петицию будут обязаны. Соберем. Мы можем многое. Как голосовать, смотрите инструкцию. Конец цитаты. Друзья, давайте поможем США выпустить платиновую универсальную монету. Активно голосуйте по ссылке на официальном сайте. А теперь о новостях спорта. В субботу 10 января состоялся восьмой тур зимнего чемпионата Петербургской ассоциации любителей футбола. Футбольный клуб МММ очередной раз наглядно продемонстрировал, что финансовый апокалипсис неизбежен. Под натиском команды глобальной кассы взаимопомощи с разгромным счетом 7-3 не просто проиграл, а практически рухнул Санкт-Петербургский индустриальный акционерный банк. В принципиальном споре с протежей этого финучреждения команда МММ стала победителем турнира досрочно. Эта встреча по накалу страстей и красивым игровым эпизодам значительно отличалась от предыдущих игр регулярного чемпионата. Обе команды вышли на поле с единственным желанием – победить. По мнению специалистов, футбольный клуб СИАП имеет все шансы попасть в тройку призеров первенства, поэтому в этом матче его команда боролась за каждый мяч. В первом тайме игра была вязкой и достаточно ровной. Счет 1-0 болельщикам ни той, ни другой команды не говорил ни о чем. А вот второй тайм для банкиров начался катастрофой. На третьей секунде с центра поля бомбардир МММ забил второй мяч. Этот гол буквально деморализовал соперников. Мячи сыпались в их ворота, как из рога изобилия, и лишь только финальный свисток поставил точку в избиении банкиров. Со счетом 7-3 победили футболисты МММ. И это все, о чем мы успели рассказать. Я с вами прощаюсь, а программа продолжит рубрика «Скажи спасибо» – мы можем многое. Добрый день, меня зовут Александр, я с города Новосибирска. Являюсь участником МММ-2012 в системе с октября 2012. Внес в систему 290 тысяч, получил свои первые реферальные. Всем спасибо, всем все платится. 11 января 2013 года я заказал заявку «Помощь» 11 тысяч рублей. Сегодня, 16 числа, я получил ее переводом на свой счет. Сегодня получил очередную взаимопомощь в размере 18 тысяч 900 рублей. Получила сегодня очередную выплату 25 500. Получила очень кстати. У меня сегодня день рождения. Очень приятно. Спасибо, Сергей Пантелеевич. Спасибо участнику, который перевел эту помощь для меня, Сергею Пантелеевичу, и остальным всем участникам и сотрудникам системы. И все у нас будет чудово. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!